Пока я провалялся беззаботно на траве, лето ушло никуда. Но это не повод забывать о вкусняшках. Пойдем в падик. Первым делом, когда вы заходите в падик, обязательно надо проверить свой ящик. Что у нас тут? Ага, ценность. Хе-хе, японские ништячки, господа. Итак, это полный обзор желательных резинок из Японии. Первое, со вкусом апельсина, клубничка, потом виноград, персикола. Это, видимо, со сгущенкой, потому что очень схожи как-то. Или со вкусом молока, ну это мы узнаем. И вот они повторяются у нас. Вот такая вот упаковочка интересная. Называется 10 в 1, короче. 10 в 1, вот. Прикольно. Такая штука. Ну, а теперь вскрываем и тестим. Первая получит, где идет, замечательная жвачка. Она тоже запечатана. Вот, открываем ее. Так-так-так-так-так. Вот этот пластик. Защитный пакетик. Итак. Открываем, смотрим, что-то у нас. О, на тут же шарике. Вот такие 4 замечательных шарика. Сейчас я один затащу и скажу вам, какой он на вкус и что мне напоминает. Вкус напоминает меринду. Такой, знаете, прям газированную меринду. Вот. Классная жвачка. Сейчас проверим на дальность, насколько она будет долго у меня жеваться. Мой вердикт, господа. Живется мало, примерно минуты-две, но прикольно. Вывод годно. Следующая. Жвачка на очереди стоит у нас с клубникой. Ну, давайте её вскроем. Вот этот вот пластик этот. Кто это вообще придумывает? Тяжело вскрывать, на самом деле. Надо что-то острое иметь. Короче, я задолбался открывать. Видите, как тяжело открывается? Надо найти примерно вот эту штуку. Во, всё, нашли. Отдираем. Ну, вот абсолютно такие же. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Точно такие же. Всё быстро. Ну, короче, господа, тестим. Сразу две, как в рекламе, орбит. Найс. Напоминает детский орбит. Если вы знаете, о чём я говорю. Такие, знаете, пластинок были. В общем, топовая вещь, советую тоже. Все жвачки абсолютно годные. Итак, дорогие господа, мы переносимся в тропики. И что же у нас там растёт? Верно, виноград. Давайте же его задестим. Сейчас, давай. Давай. Ну что ж, давайте откроем эту замечательную коробочку. Опять нам открывается. Какая-то пластиковая фигня. Единственный минус – это пластиковая фигня. Но она, опять же, защищает. Посмотрите. Они абсолютно такие же, как и с клубникой. Только пить виноградин. Типа, давайте полюхаем. Пахнет Пепси. Знаете, такой аромат жесткий просто. Давайте затестим сразу две такой лихваны орбит. Топчик. Дорогие друзья, помните, когда-то были такие напитки? Типа газированный сок с кусочками ананаса или яблококруши. Вот маленьких таких на 25 баночках. Вот этот вкус абсолютно такой же. Советую всем. Если у вас не хватает денег на обычную баночку газировки, не беда. Есть вот такая замечательная жвачка в виде Пепси. Вы не поверите, это настоящая Пепси. Только в японском таком стиле. Ну что ж, давайте ее откроем. Распаковочка. Пластик опять этот. Ты его придумала. Ну а давайте попробуем открыть. И посмотрим, какого цвета будут шарики. Как вы думаете, черные или все-таки какие-то фиолетовые? Ответ очевиден. Коричневый. Ну давайте затестим. Нормально так. Вкус таких дешевых конфет. Ну и постепенно превращается в колу. Очень классно. Шикарно. Это самые топовые жвачки. Ну и теперь самое загадочное, это жвачка с откусом сгущенки. Ну она мне напоминает сгущенку, но на самом деле я не знаю с чем она, потому что тут одни иеролики какие-то, знаете. Давайте я все-таки открою. Я же научился открывать. Такие жвачки, да? Видите? Конечно, что я не зря учился. Давайте протестим. Они белые абсолютно. Видите, да? Абсолютно белые. Блестят прямо, как жемчуг. Ну что ж, давайте попробуем. Замечательный жемчуг на вкус. Сразу две. Да, напоминает милкшейк. Это вот точно. Они такие, ммм. И арбуз. Милкшейк и арбуз. Что-то типа этого. По вкусу реально прикольно. Ну а теперь давайте подведем итоги, господа. Первое место занимает замечательная жвачка с откусом пепси. Второе место ваниль. Или как мы его называем, арбузный такой милкшейк. Третье место это виноград. Четвертое это публика. И пятое замечательный апельсин. Все жвачки абсолютно классные. Ну, короче. Сегодня у нас были самые топовые жвачки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok